Боевые действия развернулись в районе озера Харитонова. Выстрелы, дымовая завеса и жуткий вой сирены поднял участников летнего турслёта «Звезда». По легенде, на лагерь напали вооружённые бандиты. Подробности с места событий в следующем сюжете. И пусть нападение не настоящее, но условия максимально приближены к боевым. Дымовые шашки, взрыв пакеты и выстрелы холостыми патронами. Слава Зотов о событиях, прошедшей ночью, рассказывает со смешанными чувствами. Ну, сплю, потом просыпаюсь от жуткого запаха. Была вылась сирена. Но я сразу понял, что это тревога. Не сразу стал. Потом нас начали выгонять. Ну, мы вышли, побежали за горку и нас там построили. Рассчитаясь по порядку, доложить об обстановке. Сколько пропавших? Педагоги-организаторы спешно пересчитывают детей. Убедившись, что все на месте, дают отбой тревоги. С заданием покинуть небезопасное место дислокации участники слёта справились за 15 минут. По военным меркам это очень долго. Нужно было покинуть место дислокации. Ребята, конечно, сонные. Старались, но спали. Так сказать, неподготовленные наша молодёжь сейчас к подобным мероприятиям. Впрочем, «Турслёт звезда» на то и направлен научить детей к максимально быстрому реагированию в сложных ситуациях. Программу организаторы подготовили насыщенную. Это и ориентирование на местности, и лекции против экстремизма, и спортивные игры, такие как волейбол и футбол. Кроме того, ребята учатся взаимодействовать в коллективе. А вообще в этот лагерь какие впечатления? Нравится или не нравится? Да, нравится. Очень нравится. Тут и спортивные игры разные. Сами вроде готовы, всё делано. Но интересно. Ребятам ещё предстоит проверить свою физподготовку в пинтболе, спортивных соревнованиях, а также сдать нормы ГТО. Ну а домой участники слёта вернутся уже в это воскресенье. Алина Волучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», озеро Харитонова.